Эксен Хэллоис, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Самый титулованный игрок на нашем канале это Александр Бурмистр Друзья, всем привет! С вами я, Михаил Черкасов И прямо сейчас мы находимся в Казани, где проходит летний турнир, а позади нас стать нефть-арена Для тех, кто смотрел мой свадебный выпуск, они уже знают, с кем я познакомился в этом отпуске А для тех, кто не смотрел, как раз повод, чтобы сейчас глянуть И мы приехали к человеку, которого на драфте НХЛ выбрали раньше Кузнецова и Тарасенко Эксен Хэллоис, чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина И самый титулованный игрок на нашем канале это Александр Бурмистр Вместе с ним мы проведем этот замечательный день Заедем в раздевалочку Акбарса, посмотрим, что там, как у ребят Проведем с ним день в его квартире, посмотрим, что там происходит, на какой машине он ездит В общем, это будет реально интересный выпуск И в конце, по классике, мы не могли оставить вас без приза, поэтому розыгрыш Я не скажу, чего, просто досмотрите Но пока есть время, сейчас быстренько лайк, комментарий, подписчику на канал, колокольчик оформляем Поддерживаем наш канал, чтобы такие ребята, как Саня, откликались И мы могли вам просто показывать всю эту внутрянку Этот выпуск будет воистину интересным И не будем тянуть кота за одно место, а просто стартуем Погнали, хорошего просмотра Ребята, я давно искал партнеров, близких к себе по духу Как вы знаете, я насквозь пропитан хоккеем И мои новые друзья из Лиги Ставок тоже Ребята издавна поддерживают нашу национальную сборную А также Федерацию Хоккей России И совсем недавно они стали официальным спонсором чемпионата мира по хоккею Я уверен, что в будущем мы подарим хоккейному миру очень много классного, интересного контента Но совсем скоро эксклюзивчик на моем канале Поэтому следите, не пропускайте А сейчас welcome на сайт Лиги Ставок Кэшбэк до 12,5% ждет вас Чем чаще вы поддержите свои любимые клубы, тем выше кэшбэк Всем удачи, ссылка в описании Мы находимся в Казани Вчера у ребят была игра Хоккей летом продолжается И мы приехали в Казань, где сейчас играет Акбар с Металлургом Акбар выиграл у Металлурга со счетом 3-1 И сегодня у ребят выходной Поэтому Саня выделил нам свое драгоценное времечко Чтобы побыть у него в гостях Прокатиться на его машине Вот он, подъехала Здравствуйте, молодые люди Здравствуйте Можно, пожалуйста, упадем? Аккуратно Потому что в таких машинах не каждый день ездят Чтобы пороги не задеть, так сказать Спасибо тебе за то, что ты выделил для нас свое драгоценное время, Александр Друзья, слушай, для какого года, Ген? 13-го 13-го? Вообще он прям идеальный Смотри, все прям Ты ухаживаешь, смотри, да, Казань? Какого вообще в Казани у вас самозаряженная тачка, Ватбас? Самая заряженная, я думаю, у Андрюха Педана и у Лямкина, наверное У одного и другого эти М5 только М5? М5 Компетишн Компетишн Казань, это один из самых крупных городов в России Мне интересно вообще, если опустить вопрос С того, что это твоя родина Как тебе здесь живется И какое вообще твое отношение к хоккею, в принципе Потому что вчера мы пришли на матч Как бы людей мало Но даже меня тут все знают Я вообще офигел Ну, слушай, ну, хоккей здесь любят, наверное, больше всего Хоккей очень Я не знаю, ну, супер относится Жить здесь кайф Все ребята, которые приезжают в других городов И даже в Гурифан, когда я играл Все говорили о Казани То, что Для житья и играть здесь В этом городе Супер вообще Кстати, слушай, ты мне сам рассказывал Что когда команда национальных кинолиги Уезжает на выезд Они паркуют машины у самолета И по приезду их реально моют Подготавливают к тому Чтобы, когда игрок прилетает с выезда Он садится просто в новенькую чистенькую машинку И спокойненько едет домой Это так? Да, еще 30 минут до твоего прилета Они ее включают, чтобы зимой не холодно было Серьезно? Да Серьезно, это вообще То есть, я, видимо, по рации передаю Я не знаю Мы подлетаем Ты рассказывал в интервью Что ты часто прогуливал школу И вообще очень фигово учился Выучился ли ты на кого-то в итоге в институте И жалеешь ли ты о том Что ты больше времени уделял хоккею Чем учебу Потому что даже как Кузнецов рассказывал Что они там за бутылку там Кока-Колу Или водки Охранников ночью подкупали Чтобы пройти на стадион Ты жалеешь о том, что ты забил на учебу Или же нет Ну, слушай, я прям не могу сказать Потому что я прям плохо учился То есть, такого не было Просто, как бы, был вариант Заниматься хоккеем Или идти в школу И для меня был приоритет хоккей Проблем у меня не было В свой ход на лед Потому что я учился У нас как спецкласс был Учился со своим 91-м годом Играл за 90-й год У нас там, например, за 90-й год В 8-45 лед был А в 91-го года лед там в 5 часов был То есть, я два раза в день ходил на лед С теми и с теми И еще плюс у меня старший брат В 87-го года Они в 6-40 там съемок По три лета Так ходить Так, а в универе что? А, универ закончил спорт менеджмент? Мне вот вообще интересно Только я тебя сравнивал с Петровым И насколько сильно тебе надоели эти сравнения, брат? Слушай, на самом деле много мне кто говорит То, что я похож на него Ну, ты же вообще просто Петров и Саня Бурмистр Вот скажите, что реально похожа очень Даже была история Мы полетали Один раз из Казани, по-моему Одного в отпуск мы полетели с женой И сидели в аэропорту И там Банда что-то провожала кого-то Человек семь мужиков такие выпивших И один ко мне подходит Такой Ну, ты где? Да ладно? Ну, в смысле? Он, ну, я чё в Казани Типа, чё, новый сезон снимаете? Это как раз первый сезон по-моему прошел О чём ты вообще? Серьёзно? Короче, он даже зашёл в самолёт Чтобы ещё меня поспрашивать про сериал Я говорю, хорош, ты это не я Он, да нет, всё, тема Я понял Да ладно, реально, даже так? Офигеть И чё ты ему в итоге сказал? Ты уже дни, я сказал просто Ну, ты белишься, тебя бесит это вообще? Да нет, смешно на самом деле Ты сказал, в Казани снимаем новости дал Дружище, сейчас будет вопрос Который не даёт мне покоя Уже с того момента Как мы с тобой познакомились в Сочи Объясни мне, пожалуйста Почему ты пишешь русские слова Английскими буквами в WhatsApp Хотя просто не даёт мне покоя Я думаю, не стану спрашивать лично Думаю, дотерплю до интервью И спрошу у него это специально Чё это за тема вообще? У тебя телефон английский? Ну, это какой-то Ну, там же можно клавиатуру подставить На ошибок Серьёзно? Почему ты решил сделать именно это? Слушай, ну, поиграю в Америке Увидел то, что там есть И что у нас нет В принципе, вообще Для детей Всякие школы развития Там, не знаю, как это называется Для учеников там Перед первым классом Может, они входят куда-то Ну, подготовительные Да У нас всё же самое Мы сделали для детей Ну, и для взрослых тоже Чтобы приходили просто отработать свои навыки Всякие тренажёры там Побросать шею, пообыгрывать Ну, я не знаю Сколько сил в твоём гелике? Не знаю Не знаю? Серьёзно, сколько сил? Не помню Мотор какой-нибудь? 63 И чё, тебе не стрёмно, когда Полина берёт его ездить? Она же катается на нём? Да Чё, она кайфует Она Полина Сергеевна, она говорит сразу же Когда садится, сразу Полина Сергеевна становится? Да И тебе не стрёмно её давать? Нет Ну, честно, давай Сколько раз уже она шорпом Цепанула Ну, по-любому же цепляла Может, я не видел Полин, он тебя слишком сильно любит, по-моему Прямо вообще через чур Слушай, я знаю одну ситуацию Что фанаты один раз царапали твою машину Да Расскажи про эту ситуацию Я не знаю, кто это был Вот, видно царапины И они даже ключом вот так делали Ну, они были жёстче, да? Да, да И как ты вообще узнал, что это были фанаты? Ну, это возле Уфы-Арена было А, да? Да, поэтому И не написали ничего? Ну, надо было написать, наверное, телефон Смотрю просто, что у тебя гелик Он ещё и как бы в Браусе Диски Менсери Какова вообще цена этого Гелендвагева? На данный момент? Да Совсем-совсем прям под ключ Вот вместе с Менсери Вместе с Браусом Вот прямо сейчас есть Я буду её продавать? Нет, прямо вот когда ты её купил А, как? Совсем Слушай, я не помню Но тринадцатый год Ну, примерно Около Ну, за час гелики стоят Просто по двадцать Девять, наверное Девять-десят миллионов Да, да? Это прямо из Браусом Совсем? Не, ну аппарат Ребята, просто бомба За это По-любому Надо ставить лайк Этому выпуску Просто за вот эту вот Махину Ну, когда ты наём Главное, ты скажи то, что Как 7 лет машине То, что внутри ещё новенькая всё Потому что я за ней ухаживаю Говорю, ребята Машине Машине 7 лет И Саня за ней ухаживает То, что она как новенькая Не, ну это бомба На дороге просто Там сразу, наверное, пропускают Даже без поворотников можно ездить Ты всё видел? Я включаю Ну да Он не наваливает на ней Включает поворотники И вообще машина дешёвая На самом деле Поэтому Братцы, мы пришли домой к Сане И он сейчас пройдёт нам Небольшой рум-тур На Гаве там просто И то их ещё очень мало Это с чемпионата мира в Минске, да? Золото? С Минска золото Это тут на флажках все команды И медали Типа так она выдаётся Лучший спортсмен По олимпийским видам По всем видам спорта По олимпийским видам спорта, да Это где тебе дали? В Тарстане Официально, типа тебя кто-то с Казани на городе? Да, президент Серьёзно? Медальская Обратно, это солидно Это президент В Тарстане А это реплика кубка Кантинитальных хенлиг Которые вы выиграли? Да Можешь посмотреть Хоть-то хоть потрогать чуть-чуть Тяжёлый такой Сыр, нифига себе Там даже фамилии всё есть Он прям оригинальный почти 2014 год Это мы проиграли в СКА в финале Это первая шайба Чемпионат мира Прошлогодняя За бронзу с Уфой А вот это фото Просто легендарнейший Александр Бурмистров И самый просто Главный человек нашей страны Дружище, ну давай честно Какая самая у тебя прям запоминающаяся награда Спорта? Да, да У тебя каких еще есть побед? Моя награда Плюсик, плюсик Кармен Лоб поздает Ну, наверное, Минск Чемпионат мира Вот она Банда наша вся Ну ладно Тогда давай Самый тебе памятный гол Который был в твоей карьере Лучший гол сезона В Анхел Это мой первый год был Это кому ты забил? В Восхимтону Я вижу у тебя столько дома икон Ты прям верующий Ну да, всегда верующий у нас, да Ты прям в храм кое-что Ну в цирк ходим Давай теперь Во что ты рубишься На этой приставке? И сейчас ли ты играешь во в чем у нее? Последнее время запустил, так как в контре начал играть НБА ФИФА Калдюти Калдюти Сколько у тебя в стиме часов в контре? В контре? Да, мало Ну куда Я только начал месяц играть А, ты то есть новичок еще? А где у тебя больше всего часов? В доте? В доте играешь? Нет, в компьютер только для контре А, да? И все? И больше в стиме вообще ни во что? Ни в папк, ни во что не играть? В папк играл чуть-чуть Не, не очень А на ПСК не играешь? Не в папк, ни на какие еще стрелки в войну Так, парни, мы пришли в настоящую комнату хоккеистов Просто тренажер Шлем Клюшки Как это работает? Ну типа По-моему красную надо Задержать Ну давай честно, сколько раз в месяц ты к ней подходишь? Часто Я честно, часто Я в карантине каждый день Я ее в карантине заканал Да? Да А что ты, я отмечил Так, Сань, ну раз мы пришли к тебе домой Поэтому давай мы поинтересуемся немного твоей жизнью И я хочу тебя спросить про Какой твой любимый бренд одежды? Где ты одеваешься? И самая дорогая вещь в твоем гардеробе? Угу Любимого бренда точно нет Что понравится, то я беру Больше всего Nike Найк? Да Серьезно? Найк? Смотри, где Nike? Носки в смысле Nike или что? Да не, много всякой разной фирмы Самая дорогая вещь в твоем гардеробе? Часовая Фирма? Роликс Роли-роли-роликсы Сколько стоят квартиры в Северной Америке? Потому что ты там был Цены, ну там дорогие квартиры Например Если арендовать квартиру в месяц Около четырех тысяч долларов Ну это наверное в Ванкуире Потому что Ванкуир в принципе Самый дорогой в понедельник В Ванкуире, да В Ванкуире очень дорого Я думаю, в Колорадо Это дорого тоже очень дорого Потому что город такой Но в целом Вообще квартиры Что по съему Что в цене Они дороже, чем в России В Америке Дороже Дороже намного И уровень жизни вообще в принципе дороже Ну сто процент дороже Ванкуир, если где-то там очень дорого Насколько условия в АХЛ Были хуже, чем в НХЛ Потому что ты успел познакомиться Что с НХЛ Что с АХЛ И в чем отличие этих двух либ? Ну АХЛ это автобусная ливия Потому что везде на автобусе И с НХЛ это все равно в самолете Большое отличие Хоккей другой Там более такой Лишь бы сломать коин сегодня на игре Травмировать прям По форме отличие Потому что все обязательно должны Играть в твоей любимой форме В СССР В правильной форме Должны играть правильно Потому что в Америке Травмировать знают В чем играть на самом деле Надо Также я знаю еще одну лигу Есть ИХЛ Но ты там не играл Это вот американская Да, из Кост И в этой лиге Вся кстати ребята Вот эта форма Которая красочная Там разноцветная На картинках Это все идет оттуда И там я узнал Что там синие ворота Ты знал про это? Что там короче Синие штанги Сами перекладывали Что ворота Не красного цвета Я офигел Про это Ты не слышал Вообще Я вот сам узнал Что помимо Забавных фоток Там есть Синие штанги На воротах И это реально круто У меня есть история Про ИСКОСТ Мы играли Когда в Атлантии У нас в этом городе Находилась еще и ИСКОСТ Команда И у нас где тренировочный Коток был Там очень близко Была команда ИСКОСТ И у нас большой защитник Играл Борис Валай Нам удалось все-таки встретиться С женой Саши С Полиной Бурмистрой И сейчас мы спросим у нее Несколько таких интересных вопросов Полин Давай вот по чесноку Саня Гвоздь в стену Может вбить Вот сейчас Полина Нужна быть здесь Просто Я вот так сидел Все лампочки Все что надо прикрутить Это все делаю Все что надо сделать Ручки Все может И гвоздь в стену И лампочку вкрутить И все-все-все Это ты сейчас Круг спасения ему кидаешь Или правда Нет на самом деле Честно не вру По дому По дому Все может сделать У нас один раз мастер пришел Он не мог это сделать То что сделал Саш То есть ты хочешь сказать Что руки у него на месте В общем Очень рукасты Ладно Саня Твоя жена Слишком сильно тебя любит Поэтому так и будет Простим тебя Давай Любимое блюдо Саня Наверное фаршированные перцы Фаршированные перцы От Полины Она делает И могут посмотреть на них Когда они снимают форму И выходят за пределы Ледового дворца Расскажи немножко О Сане Может какие-то там Какие поступки он совершает Какой он вообще в жизни Он очень добрый Это вот мне кажется Самая важная черта Это может быть банально звучит Да Но нет В это слово я настолько много вкладываю Он такой добрый Такой искренний Он так умеет любить Так к семье своей относится Ну мы уже заметили с ребятами Что тебя Полин Он любит просто Как не знаю кто Даже Гелик тебе доверяет Между прочим Ну Гелик да Доверили В России Вот есть игроки Да И к сожалению Из-за того что наши СМИ Некоторые какие-то там еще люди Ведут себя некорректно Ребята очень сильно к себе закрываются Они не могут что-то рассказать Людям понимаешь От себя Что-то показать большее Чем как бы можно Где-то например Когда в люди приходят люди Вот они могут спокойно сказать Какая зарплата На чем я езжу Что я делаю Я вот прихожу уже Мы снимаем четвертый выпуск ребятам И все ребята говорят Слушай можешь не показывать там Мою там машину Потому что у нас в России Реально за это прям жестко бьют И ты сама рассказала Как вам царапали какая-то машина фаната То есть такие ситуации Они постоянно происходят Как ты считаешь Что мы можем лично сделать Ну с ней вообще люди могут сделать Чтобы это поменялось В нашей стране Слушай на самом деле Это очень тяжело Потому что Все ведь зависит от их игры Игру я просто хочу До всех донести Когда я сижу смотрю игру Болею за него И когда слышу Что какую-то гадость говорят Или что-то еще Вы думаете Он не хочет забить Вы думаете Он не старается Он что выходит Вы думаете Он не хочет успеха Он не хочет очков Он не хочет команде своей помочь Он делает все для этого Да Что-то бывает Не получается Но не из-за того Что он не хочет Он старается Не знаю кто Он трудится Сашка на самом деле Пахарь невероятный То есть этого многие не видят Но то как он трудится Я знаю Какой он приходит домой После этих тренировок После игр Он выкладывается просто На все сто Не только Знаешь физически Но и моральной Головой И донести это Вот хочется До зрителей Я не знаю До болельщиков До всех До СМИ До всех Что Ну все ребята Они все выкладываются Они делают все что могут Под каждым твоим словом Я согласен подписаться Потому что спортсмены Такие люди Да они получают большие деньги Но как они рискуют Своим здоровьем Каждый раз выходя на лед То есть Ты выходишь на лед Ты можешь вообще на него Последний раз вышли Каждый игрок выходит Это как бы шанс Там смерти Или какой-то травмы И они получают Они тоже заслуживают Эти деньги Потому что каждый день В течение там Сколько там С трех С пяти лет Каждый день Ты должен впахивать Ездить на эти сборы Где ты просто погибаешь Получать травмы И что потом К тебе пришел на арену Какой-то там дядя Вася И сидел и говорил Слушай ну этот вообще Это никуда не лезет За что он такие деньги получает Для меня честно Как для самого Для игрока Хоть я тоже немножко поиграл И для меня это просто Это Ну я считаю Что это неправильно Поэтому ребята Болельщики Не делайте так А поддерживайте наших Спортменов Чтобы они добивались Еще больших высот Потому что вот этот Весь хейт Он делает хуже Только вам Расскажем ребятам Ходишь ли ты На каждый матч Саня Каждый матч Каждый матч Никогда не пропускай Никогда Полина приходит Вообще на каждый твой матч И как она тебя поддерживает Вообще в сезон Мы еще даже на разминку Не вышли Она уже на льду сидит Что ты поймал В домашних период Когда она приходит Приезжает уже на разминку Раньше всех Да Даже когда Сашка играл В НХЛ В Канаде Я училась в другой стране Время разное В 3 часа ночи В 4 часа ночи Я просыпалась Смотрела игру Все Спать мне не было возможности Потому что мне в 7 утра В университет В 7 утра я шла в университет Там на парах Спала У меня даже уже учителя Спрашивали Какой счет Там как бурми Серьезно? Да-да-да-да Правда Спрашивали Кто хороший Знаешь были Один был у нас Классный учитель Он говорит Ладно-ладно Иди Ну к последней партии Отдохни хотя бы чуть-чуть Но я никогда не пропущу Я могу лететь Например Если я к нему летела Туда Вот возможно Я пропускала игру За полетом И то на телефоне Или как-то так Но если это игра Все Я здесь Я смотрю игру Никогда не пропущу Давай петал Давай Слушай Вот жена Тарасенко Знаешь Владимир Тарасенко У него есть жена Яна И она Сергей Гимеев Рассказывает про то Что говорит Я вообще не волнуюсь За Тарасенко Потому что у Тарасенко Есть Яна Которая всегда Последит за ним Вовремя покушать Вовремя поспать И давай От Полины Бурмистры Потому что вы тоже Саня уже Сколько вы В общем Довольно-таки приличное Количество лет Времени И у тебя Твой муж Он реально Очень успешный игрок Давай пять советов Для дам Которые нас смотрят Дамы-хоккеистов Как совладать И как нужно Ухаживать За хоккеистом Только один совет Ладно Мозг не Ну вот самое главное Вот для меня Он работает Он играет в хоккей И если это Там день игры То все Он думает Только об этом Я не должна Никак Его отвлекать Никакими бытовыми проблемами Никакими своими Там проблемами Все Его дело Работать Его дело Выйти на игру И ну Быть готовым Быть готовым Да А все остальные вещи Все остальные нюансы Я беру на себя Вот мне кажется Это самое главное Чтобы он ни о чем Другом не думал За хоккей у него Папа отвечает Отвечество Однозначно За дом Уют Поддержку И тепло Самый романтичный поступок Сани Он уже вот один выбрал Назови свой Самый романтичный поступок Который ты сделал для Полины Я видел в Инсте Когда я делал предложение По-моему Кто-то тоже в Дубае Твоей был И ты подошел Как-то там Из-за стены В ресторане Мы сидели Помимо этого Самый твой романтичный поступок Там не знаю Ужин На Бальдивах На берегу Их так много Он вообще романтик А он нам вчера говорил Что говорит Нет Какой Он когда с пацанами Нету романтик Слушай Даже начинают мелочи Если на разных Извини На разных континентах Были Он всегда цветы Пришлет Всегда Ну внимание Всегда А самый романтичный Слушай Ну предложение Наверное Ну предложение я видел В Дубае он делал Подошел Где-то аккуратненько Со спины Но это не в счет Это мы с ним говорим И он одно выбрал Я тебе не скажу какое Слушай Ну Анна А мы На Мальдиве ездили отдыхать И он мне сделал И он это же сказал Он сделал ужин Да На пляже По свечах Но Что было Намного романтичнее Чем этот ужин Он знает Что я очень сильно Люблю белые розы Он заказал еще За день эти белые розы Но Был большой шторм И А розы везут С другого острова И они не смогли доставить розы Мне подарили белые орхидеи Он Настолько переживал Из-за того Что получилось не так Как он хотел Но он все равно Поднял всех на этом острове И на следующий день Я с утра просыпаюсь И мне заносят Все-таки Этот букет белых роз Вот это уровень Сейчас будет тест На девушку хоккеист Давай Ты готова? Готова Точно Ну да 100% 100% Сколько в целом идет хоккейный матч? 60 минут Достойно Что такое офсайт? Офсайт смотри Это например Вот идет атака Да? Ворот Есть синяя линия Да Если атакующий Шайба Вылезла за синюю линию И например гол забили То гол не засчитается Потому что это офсайт За линию вышло Сделаем ей скидочку Но в целом ты права Офсайт это когда Если игрок входит за синюю раньше А шайба позже А шайба позже Да А шайба позже Вот Все ладно Тест проброс Проброс это когда Смотри Этот игрок Противоположной команды Выбросил шайбу И причем смотри Проброс не считается Когда у команды меньшинство То есть если он Он выбросил То есть все И всех аплодируют А если например Ну равные составы И он вот выкинул туда То это проброс И вбрасывание в их зоне Второй раз пятак отбивать Давай Это точно ребята Жена хоккеиста Ты что я же вообще болею Да это точно Жена хоккеиста Это жена Сани Бурмистрова Полина И я считаю что Просто чисто за нее Вы уже должны Обязательно поставить лайк К этому выпуску Потому что Полина Ты реально красава Подписки Лайки Свайки Подписывайтесь на меня Полина Бурмистрова В инстаграме В инстаграме В инстаграме В инстаграме В инстаграме Да Полин Еще раз спасибо тебе Что уделила нам время Мне было очень приятно И я прям рад Что все так получилось Давай Хоть и пандемия Нельзя наверное Да Ну ладно Всегда угадок Ну не то что угадок Я прям знаю Я знаю что вы будут Девчонку Да Когда вы смотрите хоккей Да Я прям знаю То есть если например Там На зоне этого игрока Или кто-то там толкнул Ну то есть все нюансы Даже все это Что я изучаю У Сашки спрашиваю Ну блин Ну даже разбираться Ну правда Ну про садик забыла Да Чуть Ну ладно Чуть-чуть Ну ладно Ну это самое Вот клубок Как я смотрю Я приходил бы Наши То в каком Светить То есть Да чисто на хоккей Тоже Нет Это типа Заминочный Да Хамам Летина Иванова Какой? Да нет Знаешь Слава как-то Да у нас Мутищика Получше Так значит Обзор формы В чем играет Александр Бурмистров Старочетки Которые Десять Десять лет Слушай Все почему-то Кто ванхэл Играют Они все играют Вот в каких-то Либо йоффа Либо рибл Мне нравится Удобно просто У тебя не лип Ничего нету Просто даже Ты чисто скотчем Замотал И все Смотрите У человека Щиток Просто без липучек Без всего Дальше идем Так Выбор правильный Локти нашиты Еще Да У тебя С дополнительной Защитой Это тебе тут Делали Ливанхэл И ты Просто Это Под цвет майк Ты до сих пор Не играешь Да Короче Так Перчи Дальше Иконы Перчи Акбас Нашито Ё-моё Чо по нагруднику Саша Класс Истин Ты понимаешь Чтоб Истин Форму выпускал Ты серьез Ты серьез Он же уже Вообще Просто Ты посмотрите Посмотрите на него Он весь Изрезанный Просто На нем Живого места Нет Он уже Как футболка У тебя какая-то И что ты хочешь Сказать Мне нравится Кайф Это что такое Это вот пульсометр А это вот это У вас у всех С номерами Так Что я посмотрю В косметичке Что находится В косметичке Ух кисток Хэл Так Маркер Зачем здесь тут Маркер Чехол для капы Мячик Разбивать ноги Разбивать ноги Для новых коньков Из очки Вот так делать Чтоб это Типа Чтобы не болеть Ноги Ё-моё Это что ты с ней делаешь Ноги Занимаешь Так Ладно Проверку прошло Хорошо Не знаю Что-нибудь Интересное Дальше Все Так Ну это Неправильный выбор Вы опять сразу Видите Друзья Кроссовки Вам даже кроссовки С цифрами Штангетки Типа На штангетке И Тяжелую весу Закупать На тяжелые веса Прям даже С номером А это что такое Какое Как Посмотрите У всех просто Даже Мусорочки стоят У каждого Своя Ладно Тест-драйв Форма Ты, конечно, Саша, извини Не прошло Потому что На груднике Конечно Сильнейш Пойдем Посмотрим Чем Чем Играет Алекс Что, это 77 Flex Это Nexus Как Flylight Как Мы все Крашем Да Flylight Просто Распортим А вот Это Самое Правое Это Новое Модель Прям Самое Новое Nexus Гео Их Никогда Не Десать Четко Тут Как будто Бриллиант Какой-то Забираем Какой Это Давай Посмотрим Че, очень Прямой Даже Загиб Да Такой У тебя Спицыка Знаешь Вот Это Кстати Мне всегда Было Интересно Чем Вот Эту Штуку Делаете Краской Просто Баллончик Сами Я Савел В НХЛ Огнем Так Понял Сох Обжигают Да Потом Дополнительно А почему Закрашиваете Вообще Мне не нравится Что-то Видно Было Снизу А даже Все Закрашены Сань Может возьмем Одну На розы Можно Будет Да Конечно Цепанем На розы На розы Для наших Профессионалов Подогреем Их Ладно Вес Не тяжело Пацаны Выбил Для вас Подгончик Не Благодарить Че Ты готов Данис Зимурыч Садись Можно На Данису Сесть Место На великого Немогучего Позволь Все Ладно Так и будет Дружище Кто у вас В команде Самое главное Заводило Заводило? Да Да У нас Все Все Да Прям У всех Есть свое Слово Все Каждый Может Сказать Это Ведь Славится Коллектив Кто Главный Диджей В клубе Пиди Андрей Пидан Пидан Че он ставит Обычно Все подряд По настроению Ты считаешь Что Инстаграм Он создан В основном Для фанатов Часто ли Ты отвечаешь Фанатам И самое Странное Сообщение Которое Тебе Приходило В директ Инстаграм Не знаю Там Девочки Фотки Шлют Там Не знаю Пацаны Что-то Просят Ну То Что Кто-то Что-то Просит Всегда Очень часто Приходит То Что Фотки Шлют Нет Потому Что Все Знают Что Я Женат Человек А Инстаграм Для фанатов Я думаю Что-то У меня Подошел Твой фанат И говорит Передай Пожалуйста Саня От меня Привет Который Ведет Твой Паблик Сан Сан И он Говорит Что Вы Прям Отвечаешь Да В директе Да Отвечаю Давай Теперь Поговорим Про Партнеров Твоей мечты Если У тебя Была Возможность Выбрать Вообще Любых Партнеров Вот Пятерку С кем Ты Хотел Играть Вообще Любых Вообще Любых То есть Хоть Грецкий Хоть Хар Бамов Без Разницы Твои Топ С кем Ты Хотел Поиграть Буре Федоров Буре Здравствуйте Ребят Я К вам Пришел Молодого Человека Хоккей Хочу Отдать Его Можете Подобрать Коньки Этому Профессионалу Ему Срочно Ультра Облегченная Версия Не Реально Почему Все Игроки Играют Прям В такой Потертой Форме Постоянно Вот Я Даже Видел У Твердовска У кого У них Вся Форма Шитая Перешитая То есть Коньки Перчатки То есть У него Просто Чтоб ты Понимал Там Футболка А не Нагрудник Там Футболка С пластиком Твоему Нагруднику Представляешь Одиннадцать Лет Это Просто Половина Моей Жизни Здорово Бандиты Здорово Как Жизнь Здорово Пацаны Че Как Жизнь Расскажите У вас Снорировка Что ли Была Какого Года Завтра Играете На Ютуб Передавайте Всем Первые Вещи Которые Обязательно Должен Сделать Каждый Человек Который Смотрит Видео Поставить Лайк Написать Комментарий Красавчик Давайте Удачи вам Завтра Пацаны Давайте Давайте Всем Пидаки Отбиваю Здорово 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 Все Все Давайте Ребята Удачи Целевая Аудитория Пришла Все Кто Старше Десяти лет Дружище Ну что Мы приехали На то самое место Где ты когда-то Начинал Играть в хоккей Рассказывай Давай Что ты тут делал Ну не Видите Дали коньки Чего Я первый раз Встал здесь Вот на этом озере Да Это наливается В зимой И ты тут с батей Тренил Молодые таланты Вот здесь То есть начинается Хоккей Да Ну много Хоккеист Я как-то в центре Живел Все здесь Катались Ты уже поиграл В национальной хоккейной лиге Ты брал кубок Брал чемпионат мира И какая В ближайшем будущем Твоя цель Именно хоккейная Да Цель одна Выигрывать каждый год Хочется всегда Быть на пьедестане Как говорится Ну олимпиадах Кубок Стэнли Все равно Я считаю До сих пор Хочется выиграть его Ты рассчитываешь Забрать олимпиаду Все-таки Кубок Стэнли И тогда будет Ну конечно Тогда можно Гвоздик Тук-тук-тук Конечки Ну не Еще рано Посмотрим Я нашел в интернете Такой факт Что ты Единственный воспитанник Акбарса Который побывал И по ту сторону Зеленого дерби То есть в Салавате И когда тебя Обменяли в Салавате Перед началом сезона Акбарс презентовал команду А во время выхода Основина Собственно говоря На которого тебя и обменяли Ведущий В презентации заявил В середине прошлого сезона Он понял Что в зеленом дерби Нужно быть на стороне того Кто зеленее И сильнее Видимо Бурмистров этого не знал Хотя ты переходил Получается же на Как бы Не на правах Свободного агента А тебя уже все решили То есть тебя самого Туда и обменяли Ну это было Не самое такое приятное Высказанное Я думаю в твою сторону Но ты тем не менее После этого всего После победы Салавата На Акбарсом В этом дерби Выложил фотки Написал С победой Правильный зеленый И потом все-таки Вернулся Еще и в Акбарс Давай рассказывай Про эту ситуацию На самом деле Было неприятно То что люди Работающие в Акбарсе Допустили такое Что под такие вещи Говорили Потом Ну поступило Очень много звонков Там извинений То что Так сказали Я говорю Ребятам этим Которые ведут Мы извиняемся Я говорю Ребят так нельзя говорить Понятное дело То что меня это очень сильно задело И все это знали То что меня задело Ну и Тогда мы выиграли Как раз таки Игру И я что-то психанул Ты в своем интервью Сам говорил Что у знарка Тренировки Интенсивнее Чем у Билильдинового Почему У знарка Интенсивнее тренировки Билильдинового Что там такого Необычного И каково тебе вообще Работать С легендарным Тренером Билильдиновым Было работать Точнее У знарка Такие Знаешь Всегда там Брессинг Ну не знаю Ну И на борс, менее тактические тренировки У Берегинов больше тактики Как выиграть в обороне, как откатываться Намного больше пауз За Акбарсом, конечно, когда был Берегинов Вообще не особо интересно было смотреть их игру Потому что это просто скучная оборона Ну, это автобус на своей синей линии И все равно зато так мы выиграли кубок Ну, все кубки, да, говорят о том, что фишка рабочая Помимо Салавата на тебя претендовали еще СКА, Магнитка, Авангард Знал ли ты об этом? И в каком клубе ты бы хотел очутиться Если бы все-таки Салават Вилаев не забрал, так сказать, тебя Ну, просто чисто гипотетически Я знал об этих разговорах Потому что кто-то заинтересованных хотит взять Не было бы такого, в каком клубе я бы хотел оказаться Но я на тот момент просто хотел играть и все Говоря о новом контракте Ходят слухи, что Александр Бурмистров подвинулся почти в два раза Чтобы подписать новый контракт с Акбарсом Слушай, ну, мы все подвинулись Так получилось, так пришлось сделать Сейчас новые правила, новые бюджеты у клубов Чтобы в потолок влезть? Ну да, конечно, надо влезать в потолок Но и тем более у нас такая команда собралась Все, что, я думаю, все хотят выиграть Не так сильно думали о деньгах То есть сейчас для Акбарса не главное деньги У вас, как можно сказать, в Тампе-бэй Когда Кучеров и остальные, они тоже соглашаются на минимальные контракты Потому что команда объединена одной целью Это кубком И у вас, по сути, такая же тема, да? Ну, конечно, да Хочется выиграть Я думаю, не только игрока Мы тренируемся по масштабу Они очень много раз доходили до финала И не получалось выиграть в этом году Я думаю, у меня самый такой сильный шаг будет Каково тебе вообще играть под руководством квартального? Потому что с виду он реально жесткий То есть ты смотришь на него, страшновато становится Такой же он и в тренировочном процессе с вами И каково тебе играть под его руководством? Считаю, такие тренировки должны быть На льду он жесткий, на льда он хороший, не мягкий Обычный мужик Да, с которым можно пообщаться, поговорить То есть квартальнов адекватный? Да Скажем так Давай теперь топ-5 тренеров, с которыми ты работал От самого лучшего, то есть от самого топового, которого ты можешь выделить И по лесенке Наверное, ну, Дэйв Типпетт, я думаю, первый Который мне приходит на ум Это в Аризоне Это тренер, который мне доверял, много давал играть На тот момент я почувствовал свою игру Начал, ну, как бы, играть В Винни-Пеге В Пол Морис Такой жесткий стратег, там тактика сильная была Ну, и интересные игры были Ну, чемпионат мира, конечно, блядь А 2014 год, это разнорог С разнорогом тебе понравилось работать? Да, тот год был сумасшедший Вообще, да, была сумасшедшая, я не знаю, атмосфера в команде Он это сделал Коллектив был классный Мы тогда провели, я, по-моему, месяца три, наверное, до чемпионата мира Тренировались как сумасшедшие Но потом, потом, чемпионат мира летали Как сумасшедшие Били Динов, потому что мы выигрывали, играли вместе Ну, долго я, наверное, на мои начинания В 16 лет я попал в вторую команду Он был главным тренером Сань, ну, бонус-копилку надо кинуть Говори квартально в тебе подсказку Ну, я просто пока... Ну, давай квартально Просто я пока еще не играл под его руководство Ну, еще предсезонные игры Ну, тебе, судя по всему, пока не особо нравится Нет, 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 нет Нет, все нравится Просто не могу ничего сказать пока Ребят, я вам привел тут парня В хоккей хочу отдать Можете подобрать ему форму, пожалуйста Напомни, размер Восьмерки Восьмерка это русский какой? Как у меня Ну, а у меня коньки девять Сколько вы мне модель давали? Вы мне FT первые давали АС первые АС первые АС первые АС первые Мне одна не подошла, кроме вот этих вот Это АС-3 Третий, да? Вот эти прям вообще огонь Я сделал самую страшную ошибку своего детства Я поменял эти графы белые на Найке белые Клад, щек Что, по размеру оставляем восьмерку, все хорошо Да Главное, палец трогает, все Восьмерка Восьмерка Посмотри По высоте сразу сталь Достаточно Можно чуть увеличить На шесть миллиметров Двенадцать Высоту ботинка нет А, нет По заднику Не нужен ли тебе жесткий задник Вот здесь как бы Ну, я мотаю Ну, нет Мотает, что тогда они тоже не мотают Так, что снимаю? Кони Да Ну, знаешь, все еще По пятке нет вопросов Может быть, подпяточник надо поставить Три миллиметра Вот там, после Бауэра у тебя нет, что они там пятки чуть ниже Давай повыше, да Плюс три Да Все, раньше такая тема была, что когда коньки ты сам покупаешь После Бауэра, например Тебя назад тянет Потому что другая посадка И я прям помню как-то купил И я, бля В первом моде там crazy oil такой Да, вот, вот эти коньки А ски снимай? Отвертый Да, да, да Все ноги в галине просто снимаешь шишки Света мало А он сразу типа рекомендации никакой не выдает? Потому что все зависит Он выдает сантиметры Он выдает все параметры данные Но сейчас в Pro версии перестал выдавать рекомендации Как в Retail версии да А в Pro версии уже именно вручную Ну, Pro версия просто создана для того, чтобы делать именно скан для спецкан И это прям 9,9 сантиметров, типа ширина, да? Да, да, да То есть он показывает ширину, подъем, длину ступни Офигеть И еще показывает по стелькам По какие-то И что это все правда? Типа прямо так без всяких измерений там линейками Всем-всем просто планшетом поводил И он все размеры точно говорит? Да, да Ну, да Технологии Друзья, мы с тобой затронули уже какие-то хоккейные цели Но все равно у всех людей есть еще какие-то финансовые цели Есть ли у тебя такая? Чего ты хочешь достичь там, не знаю Прям купить там маме с папой дом где-нибудь там в Дубае Или какие-то такие цели Есть ли это у тебя? Да, ну таких целей нет Потому что у меня родители самобеспеченные Они сами о себе могут позаботиться Если они захотят что-то Чтоб я им помог Это вообще без вопросов Я всегда стараюсь это делать тоже Но главное, что достичь, наверное, семью свою Крепкую Дождить до старости А из финансовых целей Есть ли у тебя что-то такое, чтобы ты хотел вот купить? Прям мечтаешь купить? Там копишь на это или еще такое что-то? Ну, нет, наверное, ничего в голову не приходит такого Надо копить, просто копить, копить, чтобы потом в старости хорошо жилось Смотри, я знаю, что у тебя есть татуировки на бицепсе, на предплечье и здесь сбоку О чем эти татуировки? У тебя их получают сколько? Четыре, три? Первое это на ребрах Моя семья всегда будет в первом моем сердце Там именно мам, папа, брат и жены Ну, понятное дело, что это семья первая в моем сердце Так, вторая татуировка у меня была Казань Вот здесь, ну, как была она есть Да, ну, вид, короче, города для тех, кто не понимает Третье, монобилиж, но и одинаковые татуировки You belong to me, I belong to you И четвертое это вот как раз когда мы, ну, черное озеро, да Черное озеро и Казань То есть это татуировка вот этого места, где ты начинал играть в хоккей, где мы сейчас снимали Там как раз в хоккей дата стоит первый выход на лед Это прям действительно 19-1994 Ты первый раз вышел на лед? Так, ребята, мы сейчас идем около Казанского Кремля, да? И вот там, вон там находится старый дворец Акбарса Смотрите просто, какие тут виды Это тот самый дворец, где играл Ли Ковале, Ковальчук, Ковалев, Брат Ричард, Фетбуллин, Салей Ты, кстати, и рассказывал как раз в одном интервью, что ты прогуливал школу, потому что тогда был мокаут Вообще, вопросов не было Даже дома мне вопрос не ставили Тебе даже батя говорит, не надо в школу, иди сразу во дворец Ну, мы тренировались как раз, и, наверное, там же обедали И через часик они выходили на лед, вот это мой кафе, смотри Представляешь на хелси, все, приехали Ли Ковале, кто там был? Хитли Ли Ковале, Ричардс, Хитли, Ковальчук, Житник, Салей, Морозов Слушай, но Акбарс отхапал тогда прилично, очень прилично, народа Коли Антропов был там, потом я с ним поиграл Это круто, Сань И мне кажется, если бы у нас в Мутищев такая тема была, я бы тоже, навряд ли бы вообще куда-то ходил бы У вас сейчас там Мутищик, и вон же эти приехали, новые Русские, 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 китайцы там кру, чин, ин, певца, кин Мы смеялись недавно, переписывались с ним Вы общаетесь с ним, да? Да, да Так, сейчас будет у нас гулять опрос, поэтому готовься Игрок, против которого тебе тяжелее всего играть на льду? Наверное, я бы сказал бы защитник, на то время это был Саттер, который сейчас в Миннесоте играет Ты знаешь, как некоторые обороняются, а он делает такие движения, которые тебя сам завозят в угол И ты не против, как должен его обыграть, но ты не можешь Золото Олимпийских игр или Кубок Стэнли? Что-то одно надо выбрать Ольпиады Почему? Ну, страна За свою страну играешь В цене Олимпийские игры, которые были как в этом году, или как всегда они проходят? Как всегда Ты бы хотел выиграть только такие, как всегда Ну, почему нет? От такой бы тоже не отказался Медаль не пахнет Ну да Хочется, конечно, играть против той самой Канады, сборной Америки, Финляндии, Швеции Те топовые игроки, чтоб играли Топ-5 каналов на Ютубе? Ну, ваш канал я смотрю потом, а Путь, Красава Давай, топ-5 песен с твоего плейлиста Это очень сложно сейчас будет, я такой Это, знаешь, давай посмотрим, что у меня есть вообще в телефоне Ну, ты же по-любому перед матчем слушаешь, там Рамштейнов рубаешь на усы все Мия, не я Паста мне нравится Магништар Мия, нет Мияги Если посмотреть, Гаязов Бразус неплохие, у меня чё только нет здесь Гаязов Бразус Или как они там называются? Л-1 4 И заключительный Скриптонит скриптонит то есть и очень на рэпе двигаешься на самом деле я в месяц можно очень такой найти и поплакать и посмеялся на томал пугачёва топ-3 традиции перед выходом на лед что то есть ты делаешь всегда ну если такие не секретные какие то есть секретных нет но как-то с детства повелось всегда с левой ноги конек завязывал курица с макаронами а ну это классика чего поесть это мне кажется просто у всех одна и та же традиция новой шнурки поставить перед игрой всегда новая новые шнурки новую клюшку ты всегда берешь там новую новую клюшку даже не привыкаешь к ней нет ну как у меня свой загиб своя клюшка я знаю просто новая но за счет того то что у меня клюшка мягкая и мне тяжело становится играть в рейс я игру отыграю и там будет в этой игре 20 сбрасываний на следующую игру будет тяжело выиграть бросни так как она становится мягкой слушай я еще кстати говоря всегда смотрел за тобой вот ты как центральный нападающий и у тебя необычная манера именно подъезда бывают порой на образцы то есть братья даже твои подписчики твои фанаты сделали такой видос небольшой как подъезжает на образцы там один так один так и бурминстр в чем фишка и где то это вообще откуда перенял слушай мне кажется ни у кого не принимал просто как ты можешь просто сделал что-то и выиграл сбрасни потом что добавил еще раз выиграл и вот у тебя в голове а сейчас даже об этом не думаю просто подъезжая на точку может мне этого не замечаю вот я сам как центральный я смотрю за тобой и ты реально не каким-то ни одним способом выиграть сбрасни а ты постоянно смотришь по сопернику именно то есть как он встает что он делает приблизительно его изучаешь и под это уже подбираешь то есть например ты не всегда удобным даже хватом встаешь на вбрасне бывает ты переворачиваешь клюшку бывает там еще какие-то темы расскажи немножко про это где-то это учился этому учился это с америки то перенял или откуда где обучали вообще всем этим фишкам потому что в россии центральной они не импровизируют и ты реально очень круто играешь на вбрасне мне кажется процент на один из самых высоких в лиге по выигранным слушай ну то что меняю хват клюшки это наверное я взял гастард был такой нападающий в нэшвилле играл баффало у него наверно под процентом 80 был на хэл один из лучших центра мне нравилось вот я начал это делать ну и ты смотришь как человек встает на точку на какую опорная нога у него какая нет да он примерно будет выиграть ну кажется траги должен знаете это я думаю все знают смотри ты едешь на точку брать не вот перед тобой стоит игру что первое о чем ты думаешь давай вот по пунктам прям как большой центральный значит будет за счет силы есть большие центральной которые очень резкие типа кемпайн он очень вески он шайбы только падает на лед он уже пытается выбить есть игроки которые главная задача не проиграть вас на то есть сделать ничью и чтоб твой игрок подобрал и примерно понимаешь ну и ты смотришь как клюшку человек ставит там но скажу секрет очень легко выигрывать сбрасывание когда ее скидывает главный судя почему потому что ему просто быстрее кинуть и убежать оттуда нифига себе я не знал ну что друзья идет третий день турнира на кубок танека сейчас мы пришли на матч с газ металлургом это первый матч открытие сегодняшнего дня второй матч это зеленое дерби ска против салават вела будет очень интересный команды играют народа практически просто нет тут буквально я не знаю может быть максимум там 150 200 человек и для такого это реально катастрофически мало хотя хоккей реально крутой показывают обе команды а 3-1 счет второй период 13 минут ну чё-то ска как-то выглядит не очень важно но с турнира в сочи поэтому смотрим дальше почему когда ты был молодым ты решил уехать именно в америку играть всем это связано твое решение и нас смотрит реально очень много ребят молодых и с чем это связано может быть кому-то будет полезно именно пойти по таким же стопам уехать в америку и почему ты вообще решил это сделать слушай ну мне было 16 лет как бы я уже был в первой команде не получал игровой практики так как у нас была команда очень сильная по моему 14 человек в тот год поехал на олимпиаду пробиться было очень тяжело играть постоянно сидеть на скамейке я понимал то что выгода никакой не были ну как-то так все произошло и мне пригласили в немскую лигу если бы еще раз такая ситуация была бы то же самое в 2013 это был конфликт с кодом нолем потому что он предпочел тебе возрастного финна ольга кинема действительно ли это было так и у вас был какой-то с ним конфликт если да то расскажи пара про вообще про эту всю ситуацию да нет не будем по конфликты то что воли пришел он пришел когда я был в команде а воли такой игрок был то что от него очень много много научиться и я получал как удовольствие играть на одной команде конфликта не было просто на тот момент посчитали к нужным поехать в россию какой-то у меня был стопор наверное в америке поэтому за игровой практикой тоже ты в одном интервью я вычитал сказал такие слова я ненавижу кхл терпеть не могу эту организацию она для стариков не хочу иметь ничего общего с этой лигой и чем дольше тем лучше в прошлом году я играл за 80 долларов в неделю хотя в россии мог бы зарабатывать больше я не хотел бы вообще играть кхл может приеду туда когда буду таким же старым как я гор ты сказал в интервью для фанхаус летом десятого года перед дебютным сезоном такого не было там видимо какие-то переводы были не те не задали вопрос что-то прав про кхл я я сказал то что там на данный момент доверяют взрослым игрокам а молодым не доверяют вообще только вот единственное что я сказал я думаю там в общем это все переврали не было очень много не говорили про это потом ты уехал играть в сезоне 9-10 в баре кольц за 62 игры набрал 65 очков потом дали шанс в атланте ты сыграл в атланте потом наступил по моему год локаута через год через года ты отыграл полный сезон и через год наступает год локаута ты играешь в ахл не приезжаешь сюда потом тебе дают шанс и за 44 матча ты набираешь 10 очков к сожалению наверное это не то что ждали от восьмого номера графта просто я выбрали выше чем кузнецова тарасенко как ты считаешь почему так получилось почему мы где-то немного не пошло и все-таки тебе пришлось вернуться сюда обратно на родину что-то не получилось я даже не знаю что сказать ну вот именно ты же анализировал все равно эту ситуацию почему так произошло какие-то психология или не стиль игры не совсем подходит тебе как с чем это связано как ты считаешь даже не знаю никого обвинять но сам виноват значит уж не заиграл не получилось на то время ну тогда то что я уехал в россию и приехал обратно я считаю это было тоже правильно я приехал по морису играл неплохо как бы все было нормально просто чуть-чуть произошло не так когда я подписал с ванкувером нет но до отъезда в россию по-твоему что вот в чем как бы твоя какая-то ты все равно анализируешь это так или иначе ты сидел думал блин почему там это не так может быть мне надо было больше где-то там тренироваться может быть это психологически просил что там новая страна что-то еще не знаю может быть психология сыграл свой рот передали что-то не получается тена с кем-то пообщаться поговорить а таких было мало давно коле антропов был с ним очень часто общались и у нас тогда был тренер который я думаю больше не будет тренировать и не тренировал по сетку он очень завидовал игрокам которые приходили в нхл это здесь внутри нет в винипеге плодная приходили в нхл без практики ахилл то есть для него очень нужно чтобы игрок прошел в школу ахилл и тогда это как раз локаутный год я должен был ехать в казани мне запретили ехать сказали нужно обязательно поехать в ахилл поиграть я поиграл по моему что-то игр действий получил травму три месяца остальные я сидел в винипеге и тогда уже сезон поэтому такой получился не самый лучшим да ну после травмы я вышел сразу же травма плеча была такая серьезно нелегко бы уже ребята вот мы заходим в зал сани тут короче молодые чемпионы ты там хочешь дорабатывать приходишь да а где тренажеры какие а ты обыгрывал быстро и медленно прикольно супер ростку и ты что живу такая скорость и чё ты можешь пусть не исполнить я не все ребята кто здесь тренируется лет а у тебя свеча дадут приходит на или прикол с марков тема сергеев это все у тебя вы тут приходит минут что он подарил то что москве то крутой крутой зал вообще на самом деле прям твоя любимая тренировка серьезно аэробика самый тяжел 3 3 тяжелее чем в коке играть по лесенке залов не было я по лестнице бегал там просто мне казалось без шансов на после того как ты бы все-таки провел тот после локаутный год ты возвращаешься в россию проводишь два неплохих сезона 38 26 очков и опять возвращаешься в винипег который выставляет тебя на драфт отказа где тебя забирает аризона и в аризоне ты просто в числе лидеров в первом звене но реально набрал очень много очков и почему они тебя не оставили для меня лично это просто до сих пор какая-то загадка не меня тоже загадка это разговаривали менеджером и с тренером то что их все устраивало все хотели там переподписать контракт и потом меняется руководство тренер уходит лидеры уходит и как все вот так произошло непонятно до сих пор я тоже не могу ответить на этот вопрос просто просто я захожу смотрю там какие-то матчи подборки просто раз бурмистров был бурмистров у тебя прям реально произошел выстрел и почему было не оставить почему ты все-таки потом уехал в этот ну они же получается тоже как бы не стали продлевать и ты потом на 900 тысяч подписываешь контракт с ванкувером где за 24 матча ты набрал только 6 очков и как ты считаешь почему не получилось именно во второй раз именно в ванкувере в аризоне как бы вопросов нет просто такая ситуация произошла что пошло не так именно в ванкувере почему ты говорю что это была ошибка подписка контрактами не знаю просто но что-то вот самого начала что-то пошло не так обещали одно потом все по-другому пошло говорили в большинстве там но это понятное дело все от себя на что не показал себе стороны тренеру не понравилось стиль игры который я показываю ну смотри ты был все равно как бы не в самых топовых командах но при этом ты играл хорошо и набирал очки и я не знаю почему так произошло там что же аризоны то что как бы нашелся реально хорошую команду все у тебя было в ажуре почему-то не оставили давай по чесноку будет ли третий шанс возвращения бурмистров национальных кино лигу думаешь ли ты имеешь ли ты все будет зависит от меня как буду играть то есть главное показывать свою игру есть сейчас на данный момент постараться сделать все для победы в кубке гагарина а там дальше уже будем смотреть что как будет я еще смотрел одно такое небольшое как можно сказать обзорчик в интернете и там было сказано что ты разорвал контракт с ванкувером потому что прям перед матчем тебя просто карандашом вычеркивает из состава и даже раздают всем всей прессе листочки где фамилия бурмистрова вычеркнута карандашом то есть прям перед матчем хотя ты был полностью здоров все у тебя было хорошо но при этом тебя вычеркивает и после этого ты решил разорвать с ними контракт или так нет я же сказал то что я по семейным обстоятельствам уехал я бы также играл играл бы просто тогда ванкувер пошел мне на встречу до на встречу пошли то есть была вероятность есть меня бы выставили на драфт отказов то меня бы клуб забрал это была очень большая вероятность а если бы меня не прошел бы драфт отказов спускают в АХЛ тогда меня отпускают легко и поэтому побоялись просить у клуба чтобы меня выставили просто сделать такое окончание карьеры в МХЛ как вообще происходит вся вот эта процедура с драфтом отказов как ты узнаешь об этом и какие вообще в этот момент твои действия и переживания просто мне самому интересно как человеку который смотрит это все со стороны как происходит вся эта суматоха с драфтом отказов для тебя для игрока да ну вот у меня один раз это было и это ну не понимал вообще звонил ребятам узнавал что как вообще ну честно скажу это было 1 января мне об этом сказали меня выставили и я переживал часа четыре потом мне позвонил Дим Арлов из Вашингтона говорит типа чё как как дела как настроение то что да я говорю ну как пока ничего не могу сказать он говорит не переживай типа Вашингтон нам подходил к русским ребятам и сказал типа мы его заберем когда я уже понимал то что если Вашингтон меня забирает значит и будут другие команды которые заберут ну там понимаешь когда тебя на драфт-отказ выставляют первое слово это с низшей команды кто на последнем месте идет они говорят да и значит они забирают если там тридцатая команда Скала не 29 говорит да то они им достаются ну а если первая команда то она учитывается как самая последняя да она как по самому это типа как с драфтом что должен выбирать самый последний да да то же самое всегда дается первое слово в последней команде и ты получается сидел просто как на пороховой бочке ты даже не знаешь кто там согласится кто чё кто куда и это прям просто жесткий нервяк лично по моему мнению Александр Бурмистров это реально талантливый техничный игрок который как бы с головой может что-то придумать но откровенно говоря вот если смотреть за твоей игрой то мне кажется что ты стал больше игроком знаешь таким сдерживающим как будто оборонительного плана с чем это связано либо это система клубов которые ты попадаешь либо это тренеры которые с тобой работают почему так произошло в последние как бы года не знаю надо в себе порыться наверное всего но когда я пришел в Казань когда мы выиграли у меня такие задачи были мне поставить сказали то что будешь играть везде и в защите в нападении и так получилось то что у нас было звено такое сдерживающим очень много на льду время проводили просто даже Беллидинов говорил что Бурмистров я рассчитываю он должен быть лидером он должен быть лидером но в итоге как бы блин я не знаю почему тебе не дают какой-то может быть немного воли где-то в каких-то действиях движениях потому что ну честно ты как бы играешь больше от обороны и там и в Минчинстве выходишь и еще где-то в последнее время это как-то странно стало для меня потому что ну ты игрок такого уровня который должен набирать там не знаю там по 50-60 очков там за сезон это сто процентов и только на ведущих ролях и большинство все дела и я не знаю с чем это связано конечно надо себе покопаться и делать все для того чтобы вернуться опять на тот уровень на котором я был всеми именами а где все имена? по-моему все это страны да есть вот это чудо с ней там еще одна чемпионская? да друзья в общем мы с Саней решили зарубиться в небольшом челлендже есть 10 шайд бросаем только по девятку на 25 отжиманий проверим кто же на системе, Саш, ну ты хозяин я думаю, у тебя группы то нет и как все это когда тоже не хочу первым начинать, да да блин сколько штанг то я собрал уже пять? да вроде сейчас в том что я побоюсь ага два два три два три 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 Ребята, если вы еще ни разу не выиграли игрока KHL на бросках, то вы знаете, куда писать. Кстати, Саш, я еще слышал, что в воротах два угла есть, есть правый, есть левый, и не обязательно бросать. А, точно. Это вот так в агварсе отжимать? По нижней можно хотя бы помнить. Когда видишь на приседаниях, помнишь? Да. Ты, насколько я знаю, менял все-таки агенты, и Мильштейна ты менял на какого-то другого агента, да, в Америке? Нет, Мильштейн мой последний агент. Твой последний агент? Почему вообще, по твоему мнению, игроки меняют агентов? Там, Панарин, например, ушел от Дэна, но они все равно остаются друзьями. Какой самый главный фактор, из-за которого могут поменять игроки агенты? Ну, контракты, наверное, какой-то агент предлагает такой контракт. Другой агент за Ингрид, я тебе сделаю другую сумму, намного больше. Поэтому, наверное, люди начинают задумываться, что агент делает малую работу. Читал одно интервью, где ты говоришь о семье Фергюсонов, в которых ты жил в Канаде, что там было целое меню на неделю, с учетом твоих пожеланий, и ты всячески пытался набрать вес, а также как бы удержать свои нужные килограммы. У тебя какие-то проблемы с весом? На то время я не мог набрать вес просто, я был очень худой. Я в Анхейл играл первый год 74 килограмма. Ну да. То есть, как оно? Легко. Легкий был. Слушай, ну это же, мне кажется, даже травмоопасно играть в таком весе, но там, блин, такие обитают хара, там, я не знаю, какие бафы, блин, ты прикинь, под такой поезд семьи с четырьмя килограммами попасть. Там... Попадал. Попадал? Ну да. Под хару? Под хару я и хару несколько раз бил сам, но и под него попадал тоже, то есть нормально. Нормально. Еще 74 вложил в него. Да. Он упал, но не почувствовал. Смотри, насколько я знаю, вы хорошие друзья с Наилем Якуповым, и чем-то ваша ситуация схожая. То есть его выбрали только под первым номером драфта, тебя под восьмым, вы оба провели по шесть сезонов национальных кинолиги, и оба вернулись сюда, в Россию. Как бы беззаговорочно, вы форварды топ-20, и если же у тебя более лайтовая ситуация еще, то у Наиля как бы конкретно, ну, ему, я не знаю, не повезло, или еще что-то. Почему так произошло? Я спрашиваю это не с тем, чтобы там, знаешь, на тебя как-то надавить, задеть. Мне просто интересно, как вот человеку, вот, ну, я не играл в этом, я не варился во всей этой движухе, я никогда бы там не стал восьмым номером драфта национальных кинолиги, и мне интересно услышать именно от тебя, как от хоккеиста, почему такое могло произойти, потому что для меня это загадка, понимаешь, ну, как бы до сих пор остается. Смотри, еще очень большой фактор – это генеральный менеджер. Например, генеральный менеджер берет игрока на драфте, это его игрок, то есть он хочет его тянуть, и потом команда плохо играет, меняют тренера, меняют генерального менеджера. Приходит новый генеральный менеджер, у него на следующий год драфт. Они берут еще одного первого номера, например, как в Эдмонтоне, там, сколько у них первых номеров было. Теперь это его игрок, он хочет его тянуть. То есть, ну, как в Эдмонтоне было, например, на Иль, потом Хау, тот же самый первый номер же был, его обменяли, хотя он очень хорошо играл. Ну, каждого свой, как генеральный менеджер, он хочет своего игрока тянуть, а тут я его не брал, я не хочу его тянуть. Может быть, это был фактор ему на Иль. То есть, короче, очень важно, чтобы, если генеральный менеджер тебя выбирает, чтобы он был дальше в команде, потому что он понимает, кого он выбирает и начинает уже развивать этого парня, вкладывать в него. Ну, конечно, если его спрашивают потом, вот ты его взял, то это почему он не играет. Я слышал еще, что, по-моему, Вайлендерс, вот этот, который ген-менеджер, он заставляет всех игроков бриться, ну, типа, стричься и бриться. Лула-Морелла. Лула-Морелла, да. Потому что он ФСБшник какой-то там, военный или кто-то такой. Вот, и он заставляет строго всех, чтобы никаких бород. Да, только в плей-офф разрешено. Только в плей-офф разрешено, а так все ходят вообще стриженные, гладко выбритые идеальные люди. Друзья, вот так начинается зеленое дерби. Я думаю, что сейчас будет реальная битва. Ну, а мы вместе с Лишени, вместе с мамой, с Аней, с Полиной, будем болеть за Санька. Сейчас зайдем в Акбар Стор и посмотрим, сколько стоит футболка. Именно Джерси Сани. Ткачев, Ланда. Надо найти футболку Сани. До сих пор даже продаются свитеры легендарного Алексея Морозова. Ну, нам не интересно, потому что нам нужен бурмистров. Обращение как к Барсу. Почему Джерси бурмистров не висит вот так же? Почему висит он, а Сани нет? Воспредел? Мы нашли ее, братцы. Сколько стоит Джерси команды? По скидке можно за 1990 купить. Твоя подписанка вообще красавчик. Спасибо большое. Очень приятно. Айда без Айда. Кто знает, откуда пошла эта фишка с Айда, напишите в комментариях. Ну, в целом, футболки 1700, 2200, 1530. В целом мерч очень прикольный. Видно, что реально ребята работали. Ну, тут в целом все как обычно. Номерные рамки, ароматизаторы, всякая ерунда. Так, ну и хоккейная форма. Продаются клюшки игроков от Барса. Прямо в их именном сторе. Токранов, обухов, пилов, глухов, батыршин. Посмотрите на клюшку батыршина. Гриппа вообще нет. И самое главное, это загиб. Это просто прямой квадратный крюк. Я не знаю, как игрок играет просто прямым квадратом. Пацаны, ну я скажу, что вы урвали эксклюзивную клюшечку, потому что даже в именном сторе Акбарса нету палки Сани Бурмистову. Поэтому копилочку мне накиньте, там, пожалуйста, пару бонусов. К Казанскому стору Акбарса ставим респект, лайк. Только ценник можно чуть-чуть подопустить, конечно. Не растерялся, я это называю. А как еще не растеряется, то столько вас смотрю. Здорово. Что вы вообще скажете по Акбарсу? Два гола надо было им обязательно пропускать, чтобы начать играть. Нет, просто у Акбарса есть, на мой личный взгляд, небольшой такой бич в игре. Немножечко расслабиться в первом тайме, немножечко вести соперника в заблуждение и красиво его зажать в следующих периодах. Отношение болельщиков к Бурми какое? Более чем положительное. Тем более, сами видели, как ребята реагируют на его игру, на его выход, на его фамилию, в конце концов. Все, короче, будем болеть за Саню. Давай пятак. Давай, дружище. Все, у тебя успехов, удачи. Нам удалось встретиться даже с мамой Сашей. Большое спасибо, мне очень действительно приятно с вами встретиться и поговорить. И я хочу спросить вас о том, как вообще пришло решение, что Саша будет хоккеистом? Это, наверное, классический вопрос для всех мам наших героев. Всего вы решили, что он пойдет в хоккей? Какую-то детскую историю. Ну, я думаю, у него не было вариантов других. Когда он у меня был в животе, все играли в хоккей. Старший сын, Сашин брат, уже играл, тренировался. Дома всегда лежала форма. Любимые игрушки у Саши были не по гремушке, а шайбы, шлем хоккейный, краги, вся амуниция. Он не боялся. Он был готов, короче. Он был готов. На экране телевизора всегда хоккей был. То есть мы все любили хоккей. Первые шаги у него были 8 месяцев. А когда он еще не пошел, он ползал в шлеме, одевал, пытался одеть на себя шлем. И клюшкой пытался, и шайбой. То есть он уже знал, что клюшкой надо по шайбе. В общем, вы особо не заморачивались, потому что вся семья была уже хоккейная. И просто это было дело времени, когда будет хоккеистом Саша, да? Но он у вас семья довольно-таки, наверное, самый известный хоккеист. Да. Поэтому, Саня, красавчик. Самое тяжелое, с чем вам пришлось столкнуться на протяжении всей карьеры Саши. Какая-то, может быть, ситуация, которая произошла, там, переезд, например, в Северную Америку, или, наоборот, возвращение сюда, в Россию. Я очень переживал, когда он играл в Магнитогорске. Ну, это еще он юный, да, маленький был. Он в школе. Мы с папой туда ездили в Магнитогорск. Конечно, тяжело было вот это расставание. А так, я считаю, все классно. В общем, никаких тяжелых ситуаций нафиг. Нет, я вообще такой человек, я не люблю о прошлом, я живу настоящим и будущим. Это правильно. Это, на самом деле, очень-очень верно. Ваши мысли и эмоции, когда Саша поступил в предложение, когда вы выбрали на драффе, и он улетел играть в Америку. О чем вы думали? Как вы вообще отпустили? Спокойно, легко? Либо же расскажите немножко про этот вообще период, как вы смотрели эти игры дома, потому что разные часовые пояса. И для мамы всегда отпускать своего сына, особенно там за океан перелетать, это тяжело. Как у вас прошло вот этот именно момент? Ну, это была мечта Саши. Всегда. До драфта он уже год играл в Канаде. Да, в ОХЛ, в Барри Кольс. Да. То есть мы все были к этому готовы. Когда драфт у нас был в Лос-Анджелесе, мы всей семьей приехали, естественно, на драфт. В первом раунде был. Восьмым номером. Да, это такая гордость, конечно, для родителей. Выше Тарасенко и Кузнецова, между прочим. Да. Александр Бермистров. Да. Александр Бермистров. Александр Бермистров. И все. Первый год в Атланте был клуб, который выбрал Сашу, это был Атланта. Потом этот клуб продали. Франшиза. Да. Вот. В Атланте я жила там, помогала мне быть. Саша, первый год, да? Папа к нам приезжал. Ну, мамам поможет, это определенно. Тем более за океаном, там где-то порядочек навести, где-то что-то. Я считаю, пельмешки сделать, да, селедочки под шубой. Я считаю, если девушки еще нет, еще нет жены, то мама обязательно должна поехать. Согласен. Согласен. Но потом вы вернулись в Россию, да? Когда Саша перешел в Венепег, вы уже, наверное, вернулись в Россию? Другие я тоже была там. Тоже были? Да. Но потом, получается, уже когда он вернулся в Россию, в Акбарсе поиграл, уехал опять туда, вы были здесь? Мы уже только в гости приезжали. Да. Смотрели матчи здесь, наверное? Всегда, да. У нас совершенно другой режим был. Мы жили канадским временем, американским. Каждый матч просмотрел? Ни одного пропуска. Было выпито столько кофе. Давайте одну из самых забавных ситуаций, связанную с Сашей, или с хоккеем, или с детства какую-то ситуацию. Ну, может быть, это не забавно. Я могу сказать, что мой сын без уважительной причины один раз в жизни пропустил тренировки. В этом виновата я. Ему было, я думаю, четыре с половиной или пять. Мы ходили в садик. Перед садиком у нас были тренировки. Я вставала в четыре. Его будило в четыре тридцать. В шесть утра начало тренировки. Вы сами понимаете, маленькие дети. Пока оденешь всю эту амуницию, это полчаса на это. То есть в шесть часов, в шесть утра ребенок должен стоять на льду. И одним таким осенним утром ранним я проснулась, как всегда, в четыре утра. И смотрю, и вот первый снег пошел. Изморозь такая. Противная погода. Посмотрела на него, он так сладко спит. И, честно говоря, пожалела. И нажала на кнопку будильника. И дальше тоже до глаз спать. Тут просыпается Саша и говорит, мама, мама, на улице уже светло. А он привык, что мы в темноту ходим на хоккей. Я говорю, ой, Саша, они проспали. Вы не представляете, как он на меня обиделся. Он со мной не разговаривал. Сказал, мама, теперь этот будильник будет стоять около меня. Он мог всю ночь не реагировать ни на какие звуки. Но на звук будильника он его знал наизусть. Он вставал без всяких. Ой, может, не пойдем, не хочу. Такого не было никогда. Братцы, ну а вот как раз тот кубок, кубок Танека, Кубок Танека, за который сейчас рубятся, играют команды. Вот так выглядит кубок чемпионов. Ты болеешь как Барса? Я смотрю за кубком. А, ты смотришь за кубком? Да, чтобы любить. Но ты не болеешь за Барса? Болею. Болеешь? Тогда как относятся болельщики к Сане Бурмистеру? Только честное мнение. Уважают. Уважают? Его здесь любят, в Казани. Все рады, что он вернулся. Все взяты. Все, то есть, болеют прям за Бурми и относятся к нему положительно. Конечно же, наш. Что же, ну? Мы его отдали так поиграть. Все так просто потренировать. Все говорят фанаты, что они отдали Бурмистру слова, чтобы тот потренировался, набрал форму, вернулся сюда и взял свой второй кубок. Не знаю. Что за тактик такая. Ну мы очень рады, что он вернулся. В общем, ладно, дружище. Болеем за Саню. Все, давай. Удачи. Слушай, ну ты кричишь, ты болеешь хуже усатого тренера. Я так скажу. Твое боление слышно очень сильно, дружище. Ну давай, дай пару слов. Как фанаты относятся к Сане Бурмистру? Спрашиваю у самого ярого фаната Акбарса. Да все нормально, только он правильно зеленый. Подзашкварился. Ну конечно, все нормально. Ты что, вернулся? Молодец, красавчик. Все болячки говорят, что вы его просто отдавали в Салават, чтобы он потренировался, вернулся в Акбарс и Акбарс взял кубок вместе с Саней Бурмистру. Все нормально, дай бог, в этом году возьмем и кубок, и он очки наберет, все будет нормально. Ну что Акбарсу делаем? Болей за него, обязательно. Ну все. Только Акбарсы, только победа. Все, давай, удачи. Все говорят, черкас, ты качок, качок. Вот сейчас меня вот этот парень обнял, меня просто чуть спину не сломал. Что самое главное, когда мама воспитывает именно профессиональные хоккеисты? Мама с папой. Какие главные особенности? Потому что воспитывать ребенка профессионального спортсмена и воспитывать обычного школьника это совершенно разные вещи. Что самое главное вы для себя вынесли в воспитании профессионального хоккеиста? Я вообще была уверена, что у меня будет хоккеистом. То есть у меня даже не было сомнений. Заиграет, не заиграет? Ребенок в 6 месяцев играл с шайбой. И когда первые шаги пошли, он опирался там, сейчас дети на худунках ходят, да? Нет, он пытался с клюшкой встать. То есть сомнений у меня в этом не было. Всегда верить в ребенка. Если у него что-то не получается, не надо его ругать. Я видела там, некоторые родители покрикивали, да? Вот не надо выругать, надо было говорить всегда, что все получится. Ну подумаешь там, ну не получилось. Ну ничего страшного, мы живем в будущем. Не надо смотреть назад, да? Исправляем ошибки. Самое главное, в общем, вы для себя вынесли, что вера в ребенка? Вера. Вера. Это просто. Это просто вера. Есть родители, которые там могут и там по шлему, там за грудки потрясти. Нет, 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 нет. Это вера в ребенка. Ни доли сомнения в ребенке. Не заставлять его делать то, что он не хочет. Кроме хоккей же. Еще что-то, да? Да, да, да. Вот. Школа, например, про которую мы все знаем, как Саня учился. Нет, очень хорошо, он учился. А оценки были хорошие. Когда ходил туда, как все, в принципе, профессиональные хоккеисты. Да, ну я думаю, профессиональные хоккеисты в школу, специальные школы. На ваш взгляд, какое на данный момент самое главное достижение Саши и мостхокея? Что вот вы лично, как мы, цените больше всего? Я тебе уже говорила, что подводят итоги пенсионеры. Я итоги не хочу подводить. Потому что еще не все сказано. Я думаю, у нас только всего впереди. Третий шанс в НХЛ? Это ты сказал. Посмотрим, что будет. Я за будущее. Я тоже. Я назад не смотрю. Вот это вы делаете правильно. Назад не смотрю. Только-только всего позитивного. Поэтому я бы был очень счастлив, если бы он вернулся реально в НХЛ. И просто в какую-нибудь ту же Аризону. К сожалению, по каким-то обстоятельствам. Я не знаю, почему они его не подписали. И просто приехал туда и доказал вам, что ребята, вы сделали реальный ошибок. И я бы был действительно счастлив. И у меня, в принципе, заключительный вопрос. Что купил Саша своим родителям на первые заработанные деньги? Это он в восьмом классе, по-моему, учился. Получил первую стипендию. И купил мне за 15 тысяч, по-моему. Да, большие деньги. Он мне купил телефон. Слайдер такой телефон. Самсунг. Он у меня стоит в рамочке дома. Ты серьезно? Конечно. 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 Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы уделили мне время, ответили на эти вопросы. Мне было очень приятно познакомиться с вами, с вашей семьей, с Полиной, с Сашей, с папой Сашей. И пожелать хочу вам только удачи. Удачи вам. Удачи, Саша. И как уже сказала мама Александра, самое главное это верить. Смотреть в будущее. Доверять. Доверять. И тогда, ребята, все у вас будет. С вами была мама Саша. Спасибо. Вот мы и пришли на парковочку и сразу просто видим. Это машина Романа Рукавишникова. Гелик. Мерседес. Ха-ха-ха. 816. Бэхо. 717. Камрюха. С этой стороны как-то подозрительно все просто. И в основном, если честно, то пока что я нашел уже три гелика на парковке. Мне кажется, Акбарс это команда просто гелендвагенов. Вот Порш приехал. Вот еще чей-то гелик. Все их делают в Брабусе. У кого-то новее. У кого-то старее. Блин, ну это тоже ничего такого заряженный. Брабус, битурбо. А вот она приехала. 888 РРТ. Ну тут даже говорить нам не надо, я думаю. Так, кто-то приехал на Мерседесе. Рэндж. Ну, в общем, как-то не знаю. Я думал, как-то будет поинтереснее. Судя по всему, наверное, команда просто ехала с базы, а не с этого. Не из домов. Поэтому так немножко скудно. Вот такой автобус Казанского Акбарса. На таком же в Мухаиле практически катались, ездили. Поэтому в целом, короче, нормал. И что я вам, Настя, хочу сказать. Что машины реально пока, ну, как-то слабоваты. Вот хоккеисты. Вы стесняетесь показывать свои машины, крутые дома. А все будут думать, что вы какие-то бичи. И что вы не зарабатываете, понимаете? Ну, что это такое? Вот когда к футболистам люди приходят, там просто ламборгини, там то, сё, пятое, десятое. А здесь самый дорогой гелик. Вот это, конечно, хорошая машинка. Камеры. Гелик, на котором приехал Роман Рукавишников. Топовая тачка. Как бы я хотел тоже себе его. Либо X5, либо гелик. Но тройка. Лучше тройки все равно нет. А вот, кстати, автобус Салават Юлаев. Пора идти смотреть хоккей уже. Не, ну, конечно, фото Зарипова очень сильно выделяются. Мы уже опаздываем, потому что зеленое дерби идет. А нас еще нет. Вы готовы? Погнали. Так, парни, пока мы с вами делали обзор машин. К сожалению, Салават Юлаев забил и Акбарс проигрывает 1-0. Но сейчас у Салавата удаление Акбарс в большинстве. Смотрим. Ждем. И верим. Зарипов! 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 Да как он это сделал? Просто как Зарипов это сделал? Даже уже руки просто не поднимает, потому что ему уже надоело эти колыбки забивать. Играй, уходи. Что тут происходит, а? Давай, гимна! Чего вообще творится в этом матче? Это просто жесть, пацаны. Вот это реально дерби. Вот прям дерби, дерби. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, овертайм закончился. И опять ничья. Для победителя матча означаются броски. Сейчас если забивает, всё. Ничья. Если не забивает, Акбарс выигрывает. Смотрим. Оп, выезжает. И Акбарс одерживает победу в зеленом дерби. Ну что, друзья, и как обычно, в конце мы делаем розыгрыш. Условия будут очень просты. Когда Саша приехал в Америку, он не знал языка. И ребята, партнеры, решили над ним подшутить, сказав ему, что подойди к тренеру и скажи ему какие-то слова. Он пришел, сказал эти слова, после чего вся раздевалка взорвалась. Ваша задача – отгадать, какие же слова на самом деле сказал Саня тренеру, и победитель заберет его игровую клюшку с его автографом. И самое главное, быть подписанным на инстаграм наш с Пузей, на канал, на инстаграм Сашу. Спасибо. На инстаграм Саня, который вылетит где-то здесь. И в комментариях не забывайте обязательно указывать свой никнейм в инстаграм, либо же ссылку на ВКонтакте, чтобы мы могли с вами связаться и отправить ваш приз. Поэтому, ребята, я желаю всем удачи. За этот приз обязательно стоит побороться. Саня, спасибо тебе большое за выпуски. Спасибо, что уделил нам время. Нам было очень приятно провести время с тобой в компании, потому что ты на данный момент являешься самым титулованным игроком нашего канала. Так что это не просто так. Но вам, ребята, если этот выпуск действительно понравился, если вы хотите, чтобы мы приезжали еще к другим ребятам, так же домой и вообще проводили с ними дни, то обязательно ставьте лайк, колокольчик, комментарий. Ну и, конечно, вообще с вами в инстаграме. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Михаил Черкасов. И всем пока. Ну что, парни, вот и закончились наши дни в Казани. Это были замечательные три дня. И хочется сказать огромное спасибо всем казанским ребятам, казанским болельщикам, потому что мы приехали сюда, и мы чувствовали себя реально как дома. Люди приходят, люди узнают, люди делятся какими-то своими впечатлениями. И это реально очень круто. Казань, мы кайфанули. Большое вам спасибо за такой теплый прием. Я уверен, что мы обязательно сюда еще вернемся. Поэтому давайте, парни, всех обняли. Хоккейная семья. Хочу сказать отдельную благодарность ребятам из СССР, которые помогли нам приехать сюда в Казань, помогли получить вот эту штучку, чтобы пойти и сделать интервью. Потому что вот эта штучка, она очень дорого обходится обычно. И спасибо ЦЦМ, спасибо Казани, спасибо всем. Это были крутые три дня. Саня, Полина и все. Мы вас всех обнимаем. Все. В общем, ставим лайк, комментарий, колокольчик, подписку. И всем пока. Хорошего дня. Вон Заря подсвечивается. Значит все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok